Сегодня начинаем серию роликов про город Китая Чунцин, о котором мало кто знает в России. Самые известные для нас россиян это такие города как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, но Чунцин он достоин особого внимания, потому что это, если вы не знали, один из самых больших городов мира. Он считается самым большим городом мира по площади. Площадь Чунцин на 82 тысячи метров квадратных, для сравнения площадь Москвы это две с половиной тысячи квадратных метров. По населению Чунцин это тридцать два миллиона человек. И сегодня в нашем первом ролике мы сделали для вас мини-путешествие до одной из самых интересных заключателей Чунцина, которая известна во всем мире. Это поезд метро, который проходит через жилой дом. Сделаем мини-путешествие от станции наземного метро Ян-Мэй до станции Ли Цзи-Ба, где как раз и ходит этот поезд. Наши путешествия, посмотрите далее. Итак, друзья, мы начинаем наш путь с одной из станций метро, наземного метро города Чунцин. А это Чунцинское наземное метро, Гуплайн. Это один из крутейших проектов, которые удалось здесь реализовать. Это протяженная линия наземного метро. Оно действительно работает, пользуется окулярностью. А теперь пойдемте посмотрим, что внутри. При входе нас встречает удобный эскалатор, по которому мы как раз поднимаемся и попадаем в наземное метро. Мы находимся внутри станции наземного метро Чунцин. Вот так она выглядит изнутри. Особого внимания, конечно, заслуживают именно виды, которые открываются на самой станции. Как мы сейчас видим, здесь прекрасно видно город, чистое небо, хотя сейчас уже конец октября, высотки. То есть при нахождении на станции метро можно и только подождать поезд, но и подышать свежим воздухом, посмотреть на зелень и насладиться видами города. Так как само метро располагается над проезжей частью, как мы видим, над дорогой, то здесь достаточно много напоминающих табличек, предлагающих не сбрасывать предметы на голову проезжающих водителей, ни в коем случае не прыгать и не приближаться к заграждениям. Здесь мы видим монитор, где указано время прибытия следующего поезда и поезда после него, чтобы возможно было рассчитать свое время. Здесь навигационная карта самого Чунцинского метро. Как мы видим, метро достаточно большое. На станции присутствует аппарат для напитков, но, как мы сейчас видим, он не работает, но, что примечательно, здесь все надписи на китайском языке метро дублируются на английском языке. Но для нас, для иностранцев. Это как раз одно из самых удобных мест. Это место для ожидания поезда. Оно огорожено стеклом, и в уютной атмосфере можно подождать свой, приезжая всех воев. Но, к сожалению, именно зарядок там не предусмотрено. Ну что, дождемся поезда и посмотрим на его прибытие. Пока находимся в ожидании поезда, хочу ответить по стоимости проезда Чунцинского метро. Стоимость билета по одной линии метро составляет порядка 28 рублей по текущему курсу. Это 2 юаня. Цена достаточно демократичная, поэтому метро достаточно популярно уже к Ли Чунцинам. Поблюдаем за прибытием поезда. До станции. Поезда Чунцинского метро, они достаточно составы небольшие. То есть я вот в этом составе насчитал порядка 8 вагонов. Но мы видим поезда современные, достаточно красочно оформленные. Станции здесь оборудованы именно решетками безопасности, дверцами. Они открываются только, когда поезд приходит на станцию. Сейчас мы с вами зайдем в метро, покажу вам все изнутри. Вот так выглядит вагон изнутри. Здесь мы видим то, что достаточно тоже удобные поручни. Много сделано для удобства пассажиров. У вагона нет разделения. Он идет в асенду. То есть можно свободно перемещаться. А вот такие вот именно виды ему открываются из наземного метро. То есть можно одновременно ехать и смотреть на город. Чем я в принципе и занимаюсь сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двери оснащены именно системой защиты от падения, наверное. Вот, поэтому при подъезде вагона они открываются, а когда вагон уезжает, двери в автоматическом режиме уже закрываются. И возможность какой-то трагической случайности, она освоится к минимуму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При закрытии дверей вот как раз зеленые стрелки, зеленая навигация должна будет погаснуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы как раз находимся в последнем вагоне и есть возможность забегнуть в кабину машиниста. А вот так она выглядит изнутри. Но хоть здесь есть надписи, то, что нельзя снимать, но для вас сделаем маленький фоторепортаж. Надеюсь, нас не осудят. В центральных линиях Чицинского метро навигация уже идет в электронном формате, более информативное табло. Вот именно в центральных линиях мы, как видим, уже более многолюбно, более привычно для нас по роликам из китайского метро, потому что самый первый вопрос, который задают, что в китайском метро достаточно много людей. Но, как мы видим, то, что на отдельных станциях не так многолюбно и достаточно комфортно. Но эта станция является исключением. В принципе, мы сейчас с вами едем не в самой частности. Постепенно надземный метр Чицин плавно перетекает метро подземное и мы уже оказываемся в привычной нам обстановке подземного метро. Станция является более центральной, где мы вышли, поэтому, как вы видите, здесь уже больше людей, чем на той станции, на которой мы начинали наше видео. сейчас мы делаем уже переход на следующую станцию, на следующую ветку уже подземного метро, потому что все линии в Китае именно соединены удобными переходами. Не надо выходить на улицу, переходить, просто следовать за навигацией. Станции именно внутреннего центрального метро, зеленая линия, они имеют немного другой формат, чем в станции наземного метро и выглядят уже более капитально. Сейчас мы переходим на линию номер два Чицинского метро. Здесь метро мы тоже видим, в самом метро, где достаточно много рекламы. Все оформлено в традиционном китайском свете. и все примечательно, вот на этой станции метро здесь переход на вторую линию проходит через мост. Здесь как раз тоже открывается красивый вид. Да, что особенно удивляет, то, что именно в Чицинском метро происходит такой баланс, сочетание именно подземки и наземного метро, и одновременно сочетание того, что ты можешь посмотреть именно виды города и узнать город лучше при обычной поездке. Здесь есть зона шопинга. Для посетителей китайского метро можно купить чемодан и различную бытовую технику. Сейчас мы находимся на станции Ли Зи Ба. Здесь как раз есть эта знаменитая станция. Если вы видели поезд, который входит из метро в дом, вы как раз на этой станции. Эта станция является конечной точкой нашего обзора на метро наземное Чин Цин. И вот как раз на этой станции есть музей, посвященный истории Чин Цин. На этой станции можно не только увидеть знаменитый поезд, но и посмотреть именно материалы, которые посвящены в частности первой газете Чин Цин. Как раз бюз одного из основателей первой газеты Чин Цин мы с вами видели. Достаточно интересное место, которое следует посетить при, например, пересядке на данной станции метро. Сейчас мы с вами идем уже к тому месту, для чего мы приехали сюда. Это знаменитый поезд метро, который проходит через дом. Мы видим место достаточно популярное среди туристов. Достаточно много людей, которые идут именно к той в частности, куда идем мы 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 на данной станции. Мы 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 Многие китайские туристы также в ожидании и приготовились Внимание И вот наконец-то мы с вами прибыли в то место, которое являлось пунктом нашего назначения Это знаменитый поезд Тюнцинского метро, который проходит через жилой дом Вот если видите, это вход за метро Поезд движется в звуковоправлении В этом доме располагается торговый центр на первых этажах и жилой дом Сейчас мы с вами станем свидетелями буквально через 2 минуты Как реально поезд метро проходит через жилой дом Давайте подождем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это аналог нашей тройки Вот как раз это и так происходит Мы карту прикладываем к считывателю С первого раза не получилось Попробуем в другом утро Получилось, все удачно И мы выходим из метро уже в город Как видите, билеты можно купить еще и в терминалах За наличные деньги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok